С новостями спорта Александр Шариков. Здравствуйте. София Трубчининова одержала победу на юношеском чемпионате Украины по велоспорту на шоссе в Олимпийских видах, который состоялся в Светогорске Донецкой области. Подшеф на Андрея Дубинина быстрее гнала велосипед в групповой гонке на 64 километра. 16-летняя харьковчанка опередила главных конкуренток на полсекунды. В индивидуальной гонке на время Трубчининова стала шестой. Харьковские боксеры гарантировали себе четыре медали юниорского чемпионата Европы, который продолжается в столице Грузии – Тбилиси. Богдан Чилдык шагнул в полуфинал весовой категории до 60 килограммов. В сегодняшнем бою 15-летнему ученику заслуженного тренера Украины Сергея Данильченко и Виталия Ярового противостоял лидер литовской сборной Паулюс Бублис. Харьковчанин сразу бросился громить соперника, как будто считал, что второго раунда не будет. Потом, что третьего. До нокдаунов дело не дошло, но преимущество Богдана было подавляющим. Избивая Бублиса от стартового до финального гонга, он, естественно, одержал победу единогласным решением судей и теперь сразится с белорусом Кириллом Станкевичем. В девичьем турнире высокий авторитет Харьковской школы бокса поддержали воспитанницы Александра Улановского и Юрия Мягких. Полина Мищенко обеспечила место на пьедестале в весе до 57 килограммов. В четвертьфинале она не оставила шансов итальянке Луизе Аконсия, побив ее со счетом 5-0. Мария Фонатова и Валерия Мещерякова вышли в полуфинал в весовых категориях до 63 и 66 килограммов, соответственно. Фонатова выбила из турнирной сетки представительницу Турции Хусну Бабад. Мещерякова также единогласным решением победила румынку Изабеллу Перву. Жилстрой-1 добывать путевку во второй раунд женской футбольной лиги чемпионов будет в Словении. Мини-турнир с участием четырех команд пройдет в городе Белтинси. Жеребьевка определила харьковчанок в десятую группу. В полуфинальном матче Жилстрой-1 сразится с болгарским клубом. НСА София в другой паре силами помиряются местные Памурья и чемпион Латвии – Рижская футбольная школа. Полуфинальные матчи первого отборочного раунда женской лиги чемпионов состоятся 18 августа. Финал – 21-го. Следующий раунд выйдет только победитель группы. Металист 19-25, продолжая подготовку к дебюту в украинской премьер-лиге, провел первый контрольный матч из пяти запланированных в летнее межсезонье. Подшефные Валерия Кривенцова встречались с новичком второй лиги командой «Волчанск». Соперники-земляки по обоюдной договоренности сыграли в высоком четыре тайма по 30 минут. Металист 19-25 одержал победу 2-0. Виталий Панамарь открыл счет на 32-й минуте. На 113-й Андрей Ременюк подвел итог спарринга. Харьковские легкоатлеты добыли одну золотую, три серебряные и три бронзовые медали на юношеском чемпиате Украины во Львове. Особо отличилась Альбина Зайцева, которая проявила себя быстрее, выше и сильнее в Семиборье. 14-летняя подопечная Николая Халаима и Асибардис победила с результатом 4393 очка. Маргарита Бойко стала двукратной вице-чемпионкой. 200 метров она пробежала за 25,20 секунды, барьерную стометровку за 14,64. Элизабета Анибко удостоила серебра в прыжках с шестом. 3 метра 10 сантиметров – это ее личный рекорд. Евгения Близнецова сделала бронзовый дубль спринте на 100,200 метров. Ходок Валерий Сыч показал третий результат на десятке. В общекомандном зачете юношеская сборная Харьковской области заняла шестое место. В Таллине стартовал молодежный чемпионат Европы по легкой атлетике, в котором участвует 5 харьковских спортсменов. Трое из них пытались сегодня пробиться в финальный сегмент, но потерпели неудачу. Артем Левченко толкнул ядро на 17 метров 88 сантиметров. Ева Подгородецкая пробежала 100-метровку за 12,05 секунды. Татьяна Билык – 400 метров с барьерами за 1 минуту 2,64. Гиннеса в студию. Как попасть в знаменитую книгу рекордов, знает Алексей Заржицкий. Возраст спорту не помеха. 97-летний харьковский теннисист Леонид Станиславский стал рекордсменом книги Гиннеса. Теперь Леонид Яковлевич официально самый возрастной активный теннисист в мире, участвующий в соревнованиях. Честование рекордсмена состоялось в теннисном клубе «Уникорт», в котором он регулярно тренируется уже почти 30 лет. Виновника торжества поздравили друзья и коллеги, спортсмены и любители тенниса, представители местных властей. Кульминацией мероприятия стало вручение именного сертификата Книги рекордов Гиннеса. Я прикладывал эти усилия не для того, чтобы войти в Книгу Гиннеса. Я играл, просто играл и все. Я получал удовольствие. А так получилось, что в результате, где я не играю, я самый старый теннисист. В 2017 году имя Леонида Станиславского было внесено в национальную книгу рекордов как самого возрастного теннисиста страны. Регистрация в книге Гиннеса растянулась почти на два года. Показать Гиннесу, что он играет наравне с теми, кто моложе его на 10, 20, 30 лет и так далее. Кроме этого, после любого соревнования их должно быть минимум 5 в категории 80 или 90+. И последние три должны были по правилам Гиннеса, которые они тоже меняли много раз, последние три соревнования должны были пройти с интервалом меньше одного месяца. Это все протоколируется, переводится, апостелизируется в британском посольстве и отправляется Диайчелом в Лондон. Вот в этом были сложности. В свои 97 Леонид Яковлевич продолжает заниматься любимым видом спорта. Он неизменный участник ветеранских чемпионатов мира, бронзовый призер чемпионата Европы в парном разряде. Выступал на крупных международных турнирах в Голландии, США и Хорватии, сражаясь с соперниками на 10-15 лет моложе. Теперь Международная федерация тенниса рассматривает вопрос о внесении в календарь турниров возрастной категории 90+. Секрет любого жизни. Одним словом. Я люблю жизнь. А жизнь для меня – это теннис. Нормальный образ жизни, нормальное питание, любовь к жизни. Не ссориться ни с кем. Но главное – спорт. Конечно, заниматься спортом, делать утреннюю гимнастику. Самый возрастной теннисист планеты намерен отметить на теннисных кортах свой столетний юбилей. А еще совершить прыжок с парашютом и освоить горные лыжи. Леонид Станиславский стал вторым членом уникорта, внесенным в Книгу рекордов Гиннеса после многолетнего президента клуба, двукратного олимпийского чемпиона Юрия Паяркова. И вам лет до старости и без старости. Это были спортивные известия. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова